Эти люди каждый день совершают походы в офис компании «Жанатас Продактс». В небольшом здании разместилась администрация предприятия по производству щебня. Вопрос к владельцам компании у визитеров один – когда с ними рассчитаются. Уже несколько месяцев рабочие щебневого завода не получают зарплату. В областной центр сельчане приехали на последние деньги. Люди с октября не получают зарплату. У нас есть трудовые договоры, которые мы заключили с «Жанатас Продактс». Официально там числимся. Мы требуем заплатить нам честно заработанные деньги. Я с 5 января каждый день прихожу в офис, кормив завтраками. У нас кредиты, платить нечем, не на что кормить и одевать семью. В магазине берем продукты под роспись, в долг. Продавцы уже требуют деньги, а нам нечем платить. Каждый день приходим в офис «Жанатас Продактс». Требуем свою зарплату, но к нам никто не прислушивается. На что жить? На последние деньги приехали из аула. Проживаем у знакомых, друзей. Нам даже не на что ехать обратно домой. Завод «Жанатас Продактс» находится в Шалкарском районе. Он выпускает щебень из твердых горных пород. Предприятие уже фигурировало в списке проблемных должников областного Акимата. В ситуацию два года назад пытались вмешаться власти региона. Однако, как показывает практика, проблемы у завода до сих пор остаются. Как отметили в областном управлении инспекции труда, клиенты «Жанатас Продактс» тянут с оплатой крупных поставок. Если коснуться того «Жанатас Продактс», то в прошлом году, согласно поступивших заявлений нашими инспекторами, были проведены три внеплановые проверки, выданы были предписания и наложено административное взыскание, где-то порядка около миллиона тенге. Вся причина была в том, что те потребители, которые получали щебень из «Жанатас Продактс», не вовремя оплачивали за поставляемую продукцию. Владельцы фирмы «Жанатас Продактс» дали обещание госоргану, что рассчитаются с рабочими до 5 февраля. Всего здесь задолжали 50 работникам. Акмарал Майкузова, Сергей Калашников, Алексей Уразов. Программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok